10 самых опасных существ. Наш мир полон самых необычных существ, многие из которых представляют опасность для человека. Но сегодня мы собрали для вас лишь наиболее смертоносных тварей, которые летают, плавают, ходят или ползают по нашей планете. Если вам попадется хоть одна из них, лучше всего спасаться бегством. Черная мамба. Можно без сомнения назвать черную мамбу одной из самых известных змей в мире, при одном упоминании которой по телу могут пробежать мурашки. Своё название она получила из-за черной пасти. Выпады черной мамбы невероятно быстры, однако она редко нападает первой, обычно стремясь избежать встречи с человеком, но непременно укусит, если загнать её в угол. Яд черной мамбы также очень знаменит. Всего двух его капель хватит для того, чтобы убить человека. Были зафиксированы смертельные случаи уже через 20 минут после укуса, а в среднем летальный исход наступает через полчаса. Обычно черная мамба вырастает до двух с половиной метров, однако её длина может превышать 4 метра. Ещё один угрожающий факт из её биографии. В Южной Африке на счету черной мамбы человеческих смертей больше, чем у любой другой змеи. Индийский красный скорпион. Как и черная мамба, индийский красный скорпион редко проявляет агрессию к человеку первым, атакуя лишь в случае угрозы по отношению к себе. Несмотря на название, цвет скорпиона может варьироваться от оранжевого до коричневого. Основным рационом этого ночного хищника являются насекомые, мыши и ящерицы. Индийский красный скорпион может вырастать до 9 сантиметров в длину, но пусть небольшой размер не вводит вас в заблуждение. Яд этого членистоногого убивает человека в 40% случаев. И эта цифра возрастает у детей, пожилых людей и людей с некоторыми заболеваниями. Даже если укус скорпиона не приводит к смерти, пострадавший всё равно испытывает сильную боль в месте укуса, тошноту, скачки, давление, сердцебиение, сильные судороги и даже отёк лёгких. Что самое страшное, противоядие не даёт стопроцентной гарантии избавления от всех последствий. Морская змея Белчера и Тайпан Маккоя Борьба за звание самой ядовитой змеи в мире развернулась между морской змеёй Белчера и Тайпаном Маккоя. Согласно некоторым исследованиям, несколько граммов яда змеи Белчера способны убить тысячу человек, однако эти данные пока не были подтверждены, а сама змея впрыскивает яд лишь в 25% укусов. С одной стороны, яд из одного укуса Тайпана Маккоя точно может убить более ста человек, и Тайпан впрыскивает его при каждом укусе. Тайпан обитает в Австралии и охотится в основном на теплокровных млекопитающих, мыши и крыс, что делает его яд ещё более опасным для человека. В случае укуса смертельный исход может наступить уже через полчаса. Португальский кораблик Несмотря на внешнее сходство с медузой, португальский кораблик относится к ряду сифонафор. Генетически сифонафоры и медузы схожи, однако сифонафоры образуют большие колонии. Держаться на поверхности португальскому кораблику позволяет специальный надувной пузырь, а своеобразным парусом служит плавник, благодаря которому кораблик и получил своё название. Длина тела кораблика достигает 30 сантиметров, но его ядовитые щупальца, наполненные немотоцистами, способны вырастать до 50 метров. В некоторых случаях одного прикосновения к такой щупальце будет достаточно для летального исхода. Однако чаще человек получит обычный ожог кожи, пусть и невероятно болезненный. Португальский кораблик использует свой яд для охоты, парализуя рыбу и поглощая её. Мёртвых корабликов иногда прибивает волнами к побережьям, но даже в таком состоянии их яд всё ещё сохраняет силу, поэтому от них лучше держаться подальше. Голожаберный моллюск-главк Как и португальский кораблик, голожаберный моллюск-главк обладает весьма привлекательным внешним видом, однако значительно уступает по размерам всего 4 сантиметра в длину. Примечательно, что португальские кораблики составляют значительную часть рациона этого моллюска, а яд кораблика моллюск заботливо накапливает в собственном теле вокруг щупалец, так называемых церат. Этот яд моллюск затем использует для защиты от хищников. Также моллюск-главк известен тем, что любит откладывать яйца в тела своих жертв. Несмотря на свою привлекательность, брать его в руки крайне не рекомендуется. Накопленный яд обладает гораздо большей токсичностью, чем даже у португальского кораблика и зачастую может стать причиной смерти. Гигантские изоподы Если динозавры считаются одними из древнейших существ на суше, то морскими динозаврами можно смело называть изоподов. Некоторым останкам этих существ около 300 миллионов лет. Внешне изоподы больше всего напоминают гигантскую мокрицу. Многие виды изоподов могут обитать как на суше, так и под водой. Обычные изоподы вырастают до 5 сантиметров, гигантские – до 36. Встретить гигантского изопода не так-то просто. Они обитают на дне моря, хотя иногда попадаются в рыболовные сети. Оружием и защитой изоподом служат не только острые когти, но и четыре челюсти, которые с легкостью прокусывают добычу. Если вам на глаза все же попадется что-то подобное, лучше держаться в стороне. Аризонский ядозуб Аризонский ядозуб может вырастать до 50 сантиметров в длину, что делает его самой крупной ядовитой ящерицей в США. Отличить ядозуба можно по окраске. Обычно это сочетание черного с розовым, оранжевым или желтым. Яда одной такой ящерицы будет достаточно, чтобы убить десятки собак или кошек. Поэтому лучше держать своего питомца подальше от ядозубов. Для человека его укус не будет смертелен, однако причинит огромную боль. Особенно учитывая, что ядозуб не отпускает жертву сразу после укуса, а лишь крепче сжимает челюсти, чтобы яд проник как можно глубже в рану. Осы-немки Самок-ос-немок часто путают с муравьями из-за красной окраски. Однако именно самки представляют для человека опасность. Они обладают довольно длинным жалом, а боль от их укуса может длиться до получаса. Самцы, в отличие от самок, не имеют жала, зато способны летать. Осы-немки могут вырастать до 3 сантиметров в длину, что является достаточно внушительным размером для перепончатокрылого. Этот вид редко нападает на человека первым, стараясь избежать контакта. Однако в случае опасности осы-немки готовы постоять за себя перед любым противником. Красный огненный муравей Обычный человек спросит, как муравей может быть огненным. Ответить на этот вопрос сможет тот, кого хотя бы хоть раз кусали эти муравьи. Их укусы, содержащие алкалоидный яд, действительно сопоставимы с болью от настоящего ожога. Благодаря окраске и маленькому размеру, от 2 до 6 миллиметров, этих муравьев довольно легко не заметить. Однако если случайно наступить на их муравейник, не заметить целый рой этих созданий будет уже очень трудно. Укус одной или нескольких особей не вызовет серьезных последствий, однако нападение целой колонии может быть фатальным. Особенно если речь идет об аллергиках. Изначально огненные муравьи обитали лишь в Центральной Южной Америке, но затем распространились в США, Китае и Тайване через почтовые грузы. Крокодилы В отличие от огненного муравья или любого другого насекомого, не заметить крокодила довольно трудно. Они вырастают до 6 метров в длину и могут весить больше тонны. Тем не менее, такие габариты не мешают крокодилам быть настоящими ниндзя из мира хладнокровных. Благодаря особенностям своего тела, эти хищники способны долгое время сохранять неподвижность, ожидая приближения жертвы. Когда добыча подходит на достаточно близкое расстояние, крокодил делает выпад, зачастую смертельный. Вырваться из его челюсти практически не представляется возможным. Гребнистые и нильские крокодилы не зря удерживают второе и первое места по силе укуса с 16 и 22 тысячами ньютонов соответственно. Самые разные виды крокодилов встречаются на пяти континентах, а на их счету в среднем около тысячи человеческих смертей в год. Всех этих фактов более чем достаточно, чтобы считать крокодилов одними из самых опасных хищников на планете. А каких еще опасных существ знаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!